Камила Валиева не смогла занять первое место на чемпионате России в связи с допинг-скандалом, в центре которого оказалась фигуристка во время Олимпийских игр в Пекине. Такое мнение высказал спортивный комментатор и шоумен Дмитрий Губерниев. Порадуемся за Софью, она молодец. Камила Валиева одна из сильнейших фигуристок нашей страны, в любом случае. Камиле сейчас, в связи с томительными ожиданиями, конечно, сложно. Неизвестно, что там будет, дисквалификация или что-то еще, поэтому, наверное, сейчас она не в своей тарелке находится. Победительницу можно поздравить, а то, что Камила продолжает быть в обойме и кататься, это самое главное. Заявил Губерниев. Выступление Камилы Валиевой на чемпионате России в Красноярске – самый яркий и непредсказуемый спектакль. От потери прыжка в короткой до двух возвращенных квадов, произвольной, от обидного проигрыша до отсутствия трюка с капюшоном. Она не взяла золото второй раз во взрослой карьере, но как же отличаются эти два поражения? Да, Камила приучила к тому, чтобы считать серебро поражением. За два сезона на взрослом уровне, она выиграла почти все турниры, в которых участвовала. До соревнований в Красноярске было всего одного исключения – четвертое место в личном турнире Олимпийских игр. А так, победы на чемпионатах России и Европы, два золота этапа в Гран-при, даже к прыжковому турниру в этом сезоне Валиева восстановила четверной тулуп и уехала с титулом. Впрочем, за год до выхода во взрослые поражения все-таки случались, в 2020-м Камила уступила Анне Щербаковой на чемпионате России. В том же году на Кубке России пропустила вперед Александру Трусову. И все за четыре полноценных сезона, два юниорских и два взрослых – это третье серебро, все остальное победы. Но это поражение Валиевой особенное. Если два года назад она проигрывала, будучи талантливой, но юниоркой, то теперь уступила в статусе главной звезды сборной. Хотя шансы на победу были неплохие. После короткой шла на непривычном четвертом месте, делав бабочки на акселе. Сейчас понятно, если бы она прыгнула хотя бы двойной, то завоевала бы золото. Желание прыгнуть заявленный Триксель стоило победы. То же самое можно сказать про единственную ошибку в произвольной, без нее Камила была бы уже двукратной чемпионкой России. На каскаде Флип Сальхов через Ойлер она сдвоила первый прыжок. В итоге получила 8,12 баллов. Для сравнения, за каскад из этих тройных Софьи Акатьевой поставили 12,40 балла. А в итоговом протоколе Валиева отстало на 2,42 балла. При этом выступление в Красноярске точно не провал. Камила выиграла произвольную, опередила всех как в технике, так и в компонентах. Вернула в программу четверные прыжки, в начале сезона о квадах можно было только мечтать, а теперь двумя элементами Валиева набирает 30 баллов. Есть еще один важный и символичный момент. Во время последнего вращения уже легендарный капюшон на платье раскрылся, Камила не смогла его накинуть на голову для финальной позы, поджала губы и отбросила его. Оказывается программа нисколько не теряет, если убрать из нее простую отсылку к событиям на Олимпиаде. В ней все еще остаются красивое катание, сложные прыжки, пронзительная скрипка и органично все это связывающая исполнительница. На пресс-конференции Валиева философски заметила. Капюшон больше не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное. Это еще и знак постановщикам программы, она вроде как была вызовом на всю ту критику, что сыпалась на Камилу из-за допинг-дела, но обыграли это не особо тонко, нарезки из новостей, капюшон, как в Пекине. От первого отказались сами, от второго будто бы избавила случайность в прокате. И получилось лучше. Несмотря на лучшую произвольную, Валиева все-таки вторая. Проигрыш сложился не только из ошибок Камилы, а еще из силы Софьи Акатьевой, она пошла на четыре прыжка ультра-си за две программы и сделала чисто три из них. Скорость, сложный контент, выверенные программы, все то, что приносило Валиевой победы, ее и обыграло. Даже солидный перевес во второй оценке не помог. Сама Камила, кажется, до последнего надеялась на золото. Я сделала все, кроме флипа. Сделала двойной, этого мне немного не хватило. Но вспоминала и предыдущее поражение, слезы на глазах, это остатки тех эмоций, которые были. Мы тут недалеко, от Пекина. Это уже не слезы горечи, а слезы радости, благодарности, ведь я сейчас сильнее, чем была год назад. Наверное, это мой самый главный жизненный опыт. Тогда в Пекине после поражения Валиева плакала и горько шутила, что церемонию награждения не отменят. А теперь она веселится на пресс-конференции, рассуждает о новогоднем настроении и искренне радуется за соперниц. Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги чемпионата России 2023 года в женском одиночном катании. В целом произвольная программа получилась очень нервной, фактически никто не прокатал безошибочно. В последней разминке все девочки выступали с Ультра-Си, это говорит о высочайшем, даже запредельном уровне. Был просто огромный накал страстей и конкуренции, очень много претенденток на призовые места. Камила допустила небольшую ошибку в короткой программе, наверное это и сыграло роль в итоговом результате. Это было двоеборье, а Катьева чисто проехала короткую, у нее был запас по баллам. Поэтому здесь сыграла спортивная составляющая. Теперь у нас новая чемпионка России. Все, кто в призах, и Камила, и Лиза Туктамышева, как и Соня Муравьева, занявшая четвертое место, они прекрасны. До слез. Но отмечу Лизу. Обе ее программы в этом году – это глубокие программы. Она психологически катается по-другому, как опытный спортсмен, рассудительно, со вкусом, со знанием дела. У нее в программах минимум нервозности, максимум стиля и образа. Она молодец, респект ей. Откуда у нее столько сил? Это мастерство. Девчонки, как Соня Акатьева, Аделия Петросян, Соня Муравьева рвутся в элиту фигурного катания, в высший класс. А Лиза там, она уже получает удовольствие. Это отличает ее от других девочек. Где-то в этом состоянии к ней приближается Камила Валиева. Думаю, ей еще можно кататься, и кататься не меньше, чем нашей Лизе. Хватит ли ей нервов? Все приходит и уходит, все негативные истории пройдут. Каждому событию свое время в жизни это же не может длиться вечно. Все неприятности должна победить любовь к фигурному катанию. Сказала Гончаренко.